всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия предлагаю вашему вниманию мастер-класс по плетению вот такого вот браслета в технике мозаичное плетение сейчас актуальны такие браслетики когда разные ширины ленты бисера исполнены примерно одинаковой техники в одинаковых оттенках и смотрится это очень даже стильно на такой браслет я подготовила схему для вас вы можете ее скачать под видео там будет ссылочка по схеме вы можете использовать другие оттенки бисера можете использовать другие дополнения у меня здесь вот тут низко из рубки все увидите в мастер-классе также за основу вы можете взять данный стиль браслета и схему найти самостоятельно в интернете давайте разберемся что нам понадобится для работы ну во первых нужно оформить свое рабочее место и я вам дарю такой лайфхак как сейчас модно говорить постелите на свое рабочее место на стол коврик силиконовый для кухни у меня это из фикс прайса 99 рублей стоит очень удобный бисер никуда не катается все всегда у вас под рукой работать вам понравится это точно так как мы будем делать браслет в технике бисерное качество нам понадобится станок у меня вот такой вот станок красивый очень хорошего качества такой продается в мелодии бисера в общем ссылочку вам оставлю под видео и дам промокод fr555 введете при заказе и вам сделают скидку 5 процентов на ваш заказ независимо от того что вы там будете брать так далее бисер я выбрала три цвета под ту схему которую нарисовала в принципе вы можете найти схему в интернете просто в поиске гугла яндекса забиваете схемы для бисерного качества либо прямая схема для браслета что-то вот такое и вам вылезет столько схем что вот только сиди и выбирай если хотите уже готовое решение то ссылочка на схему будет под этим видео под мою схему вы можете подобрать любые сочетания оттенков бисера ну я выбрала вот такой вот гематитовый 49 102 далее вот такой вот синий 36 050 они с таким жемчужным отливом блестящие все и белый прозрачный 48 102 он также у него покрытие такое жемчужное но он в принципе почти прозрачный далее нитки нитки я беру капроновые это такой такой такая плотная ниточка она совершенно тоненькая но руками и и порвать невозможно вот такие вот прочные нитки нам нужны для того чтобы сделать основу нашего браслета я буду использовать вот такие вот танцевики трубочки на них тоже оставлю ссылочку в описании можете такие приобрести то есть увидите потом как они работают у них вот тут есть такие петельки на эти петельки мы наденем колечки цепочку и карабин вот такая у нас будет застежка у браслета еще нам понадобится клей я использую вот такой вот химлайн хорошо подойдет в случаях в 7000 больше 6000 также наш российский момент кристалл главный критерий при выборе клея он должен быть прозрачным для того чтобы сплести браслет нам понадобится игла игла нужно тонкая чтобы бисер свободно по иголке двигался они бывают разной длины вот это вот игла с малюсеньким тоненьким ушком и сразу скажу что вот такие вот капроновый нет нитки очень сложно будет вставлять вот такое маленькое ушко понадобится специальный так скажем переходник нити и вдеватель как-то так он называется в общем если у вас есть можете воспользоваться им и взять вот такие иглы длина иглы зависит от того какой браслет какой ширины браслет вы будете плести у нас будут на станке натянуты ниточки мы на них будем плести браслет и вот ширину вот этих ниток натянутых ширину самого браслета вам нужно будет проходить иголкой и с другой стороны и и вытаскивать то есть длина иголки должна быть больше чем ширина браслета хочу вам показать свою любимую иголочку это вот у меня тут из прежних запасов 1 уже осталось сразу скажу что она мягкая и тонкая но зато у нее вот посмотрите вот это вот все расстояние это это все ушко то есть мы должны вот так вот разделить вот видите надеюсь что вам видно вот то есть мы разделяем вот так вот две половинки этой иглы и ниточку заводим серединочку все вот причем любой хвостик самый короткий можно оставить вот так вот и он никуда не денется он тут фиксируется вот за это я люблю эти иголки я люблю работать этими иголками с бисером так как она мягкая не очень удобно подцеплять набирать бисер сразу вам скажу и многие за это не любят эти иголки то есть выбор тут за вами либо брать вот такую иголочку и работать с нити направителем либо смириться с тем что немножко кропотливая работа будет при наборе вот ну берите я набираю минус такой иголки в том что она со временем превращается вот в такую кривую штуку вот но я работаю с ними все равно до последнего вот видите мне вот такое ушко удобно они также бывают разной длины вот такие коротенькие по длине и бывают выбор за вами какие браслеты вы собираетесь плести такие иголочки и берите ну и говорю вот того что они гнутся берите сразу же какой-то запас минимальный хотя бы по инструментам и материалам мы с вами пробежались всем начинаем плести наш браслет итак начинаем работать со станком но прежде чем начать наматывать сюда нитки смотрим на схему на схеме у меня в ширину 11 бисерин значит нити я должна на станок намотать на одну больше смотрите вот здесь у станка есть вот такие вот специальные штуки которые фиксируют нить вначале и в конце вот сейчас я подвожу к нему ниточку на фиксирую здесь кончик все у меня ниточка крепко тут держится так зафиксировали теперь смотрите вот эта планка у нас с вами мы ее тут ослабляем приподнимаем к верху и затягиваем все путина у нас будет сейчас наверху так начинаем наматывать смотрите я вот здесь прокладываю нить в прорезь металлической шпильки с этой стороны точно так же примерно смотрю чтобы это было примерно ровно с обратной стороны у нас здесь есть вот такие вот бабушечки за которые мы зацепляем нить все вот так вот зафиксировали и идем в обратную сторону тут я ниточку кладу в прорезь рядом и здесь точно так же то есть у нас получается к ровная намотка за счет вот этих вот прорезей мне просто неудобно с камерой так-то в принципе не обязательно станок брать в руки таким образом мы с вами натягиваем ниточки и считаем сколько мы с вами их тут натянули вот посмотрите у меня натянуты все 12 нитей ниточка у меня осталось с этой стороны поэтому я с этой же стороны завожу ее фиксатор и фиксирую все они у меня никуда не денутся эти хвостики можно эту ниточку отрезать и этой же ниткой мы будем работать с бисером сейчас вставляем в иголку и начинаем плести я надеюсь вам видно все мои натянутые нитки посмотрите натяжение такое должно быть плотное но не до такой степени чтобы там трещали нитки и если вдруг у вас получилось что ниточки натянутые слова то вот этой планочкой можно подрегулировать натяжение то есть мы ослабляем вот эти вот рычаги и планку толкаем вниз все закрепили ниточки у вас под натянулись посильнее все долевые ниточки мы с вами на станок натянули теперь нам нужно ниточку вставить в иголку и хвостик вот здесь вот за крайнюю нить слева привязать так вот здесь вот где-то завязываем узелок смотрите я вас сейчас научу завязывать такие узелки которые не будут развязываться но по крайней мере они надежные вот мы один раз хвостик протянули в петлю до узелка и пока не затянули еще раз в эту же петлю то есть два раза проходим и тогда у вас узелок этот развязываться не будет так теперь иголку протягиваем вниз под нитками и переходим к набору бисера набираем первый ряд бисера смотрим на схеме это нижний ряд у меня там одна черная бисеринка и 9 синих и в конце еще одна черная все вот таким образом набран бисер проталкиваем его по нити здесь мы его подводим под нить и основы и начинаем распределять то есть вот таким образом у нас все бисеринки должны расположиться между нитями если что-то пошло не так все смотрите пальчиком бисер немножко подтолкнули сюда и вот он здесь у нас как бы вышел сквозь вот эти ниточки наружу и теперь нам иглой нужно пройти справа налево все бисеринки но смотрите внимательно нам с вами нужно это сделать так чтобы все нити остались внизу то есть о после каждой бисеринки проверяйте что ниточка остается внизу случайно не выскочила наверх вот видите аккуратно аккуратно все 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 ниточки проверили узелочек мне еще помешался все и только потом протянули и закрепили ниточку все первый ряд сделан и у меня таких рядов несколько штук сейчас нам проще будет заводить сюда бисер все вот у нас набор для следующего ряда сделан ниточка у нас снова вот отсюда проходит под нитями основы набор для следующего ряда мы продвигаем опять под нити основы поближе к первому ряду и вот так проталкиваем пальчиком не попали еще раз вот все мы их протолкнули они прям с таким как чуть-чуть с треском сквозь вот эти ниточки проскакивают все снова я внимательно смотрю чтобы игла проходила над нитями основу чтобы дети основы остались у нас внизу вот когда иголку сделали еще раз вот так вот проверьте все точно так же под нитями основы нить провели набираем следующий ряд протягиваю по нити вниз работе и точно так же подводим под нити основы распределяем и проталкиваем все теперь проходим ниточкой следя за тем чтобы у нас нити основы остались все вот таким образом мы смотрим на схему продвигаемся по схеме получается снизу вверх можете в принципе читать схему сверху вниз я почему-то читаю снизу вверх а здесь я иду сверху вниз так смотрите когда у нас остается вот такая вот короткая ниточка что мы делаем мы должны ее там зафиксировать кстати вот этот вот хвостик можно было бы вдоль вот этой первой нити пропустить вот здесь вот и за него цеплялась по ниточка и он бы у нас спрятался бы в край но если приглядеться все равно вот этот вот хвостик виден поэтому я приняла решение все равно у меня здесь будет концевичок я здесь его вместе с остальными ниточками потом закреплю в конце веке и то есть у него не будет видно в середине когда нитка заканчивается что мы делаем проходим куда-то соседний ряд вот таким образом причем не обязательно до самого конца можете туда-сюда под по полному ряду пройти но можно сделать например так у видимо по полной вышло видите иголочка то иголочка там мягкая так я хочу попробовать выйти вот вот видите вот ведь я в серединке вышла так здесь если у вас получится можно откуда вы нибудь вот в этом месте где ниточка выходит зацепиться за нитку сделать узелок ну в принципе это не обязательно дальше я иду по этому же ряду вверх на одну бисерину и там захожу так левой рукой неудобно так давайте-ка я лучше станок поверну мне было сподручно так вот у нас вот из этой бисеринки выходит я иду на один ряд вверх вот сюда и захожу сюда прохожу тут несколько бисерин точно также в край лучше не выводить ниточку потому что будет видно наслоение там вот и сейчас иду снова туда вниз сейчас то что у меня повернута да кстати снова у меня левая рука или перехватимся в правую вот здесь вот я снова захожу в несколько бисеринок вытягиваю ниточку то есть мы с вами смотрите туда сходили сюда вот так вот по кругу кружу нули то и теперь можно просто обрезать эту ниточку то есть походили туда-сюда вот в этих рядах все в принципе ниточка уже не будет способна выпрыгнуть оттуда все я набираю следующую нить длину нити смотрите сами насколько вам будет удобно то есть чем длиннее нитка тем вам в начале придется максимально махать рукой то чтобы вытащить эту ниточку она может быть еще начнет путаться и такое бывает я отматываю примерно метр-полтора так все ниточку я вставил она у меня готова теперь смотрите я точно таким же образом захожу где-то плюс минус ближайшем ряду иголкой хвостик я до конца не увожу оставляю вы здесь пока потом это все можно будет любой момент обрезать точно также сейчас несколько раз вот так по кругу мы пройдемся вот видите пока ниточка сходила туда-сюда она у меня свободно двигается видите нам вот этого нужно избавиться поэтому так вот когда станок будете крутить аккуратно нитки не запутайте если вы будете покрутить все вот я немножко уже поплутала по рядам бисера да и уже видите уже все так не сдвинуть ниточку сейчас я так вот опущусь вниз и выведу иголочку вот здесь вот работа мы только что прошли крайний ряд так продвигаемся все ближе и ближе и в итоге вот сейчас мне осталось пройти несколько бисеринок вот здесь вот крайнем ряду то есть вот я поплутала тут иголочкой но имейте ввиду что бисер тонкий и максимально тут надо аккуратно все теперь я могу эту ниточку обрезать мы настроили новую нить дальше я иду смотрю на схему из набираю бисер по схеме схема можно распечатать у меня черно-белый принтер но тем не менее в принципе можно тут разглядеть у меня всего три оттенка бисера поэтому я понимаю что там и где смотрю на бумажную схему можно с компьютера читать с телефона схему как вам удобно так и работайте все я продолжаю крести браслет дальше сейчас доплету его до конца встретимся тогда когда будем заводить все в конце реки и так мой браслет закончен то есть все ряды которые я запланировала я сплела вы кстати можете измерить так скажем плотность плетения в одном сантиметре сколько у вас рядов посчитать какую длину браслета вам нужно то есть вот здесь вот с учетом концевиков с учетом цепочки с учетом карабина вот и определиться сколько рядов необходимо сплести вам сейчас мы снимаем со станка наше плетение это срежу теперь нам нужно закрепить вот эти вот ниточки с этой стороны точно также можно просто снят и разрезать их можно было разрезать на станке вот теперь у нас смотрите болтаются вот эти вот ниточки и с ними мы сейчас будем работать мы сейчас берем по две ниточки и завязываем узелки помните вначале я вам показываю узелок который нужно провести вот в эту так скажем в петлю узелка два раза раз-два все такие узелки более надежны следующие две ниточки беру и точно также завязываем таким образом надо завязать все 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 ниточки итак все ниточки завязаны по две штуки да то есть тут у меня я не забыла про ту ниточку которая у нас была вначале помните мы привязывали ее и теперь смотрите что можно сделать блок вот тут какое-то количество липкого слоя есть и я сейчас вот таким образом все эти ниточки к этому блоку приклею так беру клей это просто для удобства делать это не обязательно мне удобнее так мне сейчас надо промазать все вот эти вот узелки аккуратно аккуратно чтобы они у нас наверняка не развязались все промазали с одной стороны здесь у меня тоже уже все собрано на клейкую ленту на липкий слой вернем дали немного подсохнуть клею и теперь все вот эти вот хвостики обрезаем все нам остается завести наш браслет в концевик здесь у меня уже есть два сплетенных браслетика другой ширины сейчас это модно вот такие вот красивые в одном стиле и можно например сделать несколько низок из бисера и сплести в косичку в общем я сейчас подумаю чем не дополнить этот браслетик и добавлю сюда в общем тут видите остается в принципе даже еще один вот такой вот можно сплести например здесь у меня две синих по краям в середине черное можно сделать середине например беленькую или черный с белыми взять вот таким образом это все будет в одном стиле но каждый браслетик будет по-разному смотреться вот и с другой стороны точно также заводим концевичок так давайте еще покажу вот у нас колечко мы его разжимаем специальным инструментом вот ведь вот таки образом надеваем на одну сторону цепочку на другую колечку у меня карабин пройдет и концевику вот так вот закрепляем и с другой стороны точно также закрепим карабин когда я сюда определюсь что добавить и добавлю вот здесь вот есть смотрите на концевике вот такая вот заглушечка и и закрываем и уже у нас наши браслетики никуда не денутся ну вот показываю что у меня получилось я тут нашла у себя баночку с серебристой рубкой не знаю что это откуда не помню поищу для вас что-то похожее на мелодии бисера вот в общем вот так вот это выглядит на на руке к сожалению я не смогу сейчас застегнуть замочек вот вот это будет выглядеть как 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 то вот так вот так и к там о